Значит, присутствие Владимира Владимировича Путина и Людмилы Путины в нашей семье с давних советских времен было сделано против нашей семьи. И вот после наших исследований результат, вот тараканов мы потравили немножечко, они пропали. Значит, результат нашей жизни, точнее жизни родителей моих, мамы и папы, очень плачевный. Значит, вот это почему-то Путин сделал из нашей фотографии лодку Эклипс для Абрамовича. Они населили разных людей на Майкурильске от трава. Это моя мама и папа живут в этом городе с 61-го года папа, с 67-го года мама. Совершенно все мимо. Значит, Тайфун, очень интересное заведение в городе Обнинске, продан был Венгра. Мои могилы Путин продал голландцам. Значит, ну, трупов тут снизу у нас много. Сверху и снизу трупы. Наверху Костя. Труп с Лидией Николаевной. Потому что вот эта Цибульская, которая переоделась в красное платье, не имеет никакого отношения, ее мама Лидия, не имела никакого отношения к нашей истории с Серпуховым, к нашей тете Лидии, Лидии Ивановне и Распутину. Ну, зачем-то они ее приспособили к нашей семье, к этим могилам и убили Лидию. Лидия Ивановна бы не умерла, если бы просто люди разобрались с историей Георгия Ефимовича Распутина новых и нашей семьей. Значит, вот это то, что семья Путина сделала с новыми. Вот. Значит, здесь я пока что не буду открывать. Но ничего хорошего, как мы видим, здесь не происходит. Вот. Так что, к сожалению, в таком состоянии мы не можем проживать и разрешать Путину сидеть на наших могилах. Они обманули нас, хотели людей других сделать, как будто они это мы. И это стоило, это очень дорого, потому что для меня, это, мое наследство, это огромные материальные ценности. На которых я могу купить себе квартиру, дом построить могу. Могу нанять уборщицу, которая бы убиралась. Моей маме уже за 70. Значит, Путин сделал так, что на 10 лет у нас нет никаких денег, и мы не можем не то, что нанять уборщицу. Мы гели-гели ходим с этим радиооружием в руках. И, значит, кто... Что за ФСБ или что за СБУ потратила мой сценарий на правительство, на выбор правительства на Украине? Порошенко, Юценюка, а теперь еще и товарищ Зеленский. Это мы платим. Вот, смотри, товарищ Зеленский, обратите внимание. Вот эта вот семья совершенно бедная. Это мои мамы и папы. Папу убили. Мама осталась одна, без кормильца. Меня они избили так, что я совершенно... Ничего 10 лет не могу соображать. Еле-еле прихожу в себя. И вот они нас бросили. Это Владимир Путин сидит на наших могилах. Он надеялся нас уничтожить, чтобы... Чтобы он один сидел на наших могилах и был, в общем-то, главой нашего дома. Но мы не хотим ваш дом. Дело в том, что вены моей тети говорят, Вера Царевна, не Валера Царевич, и к нему прилеплен принц Джейми Бернардо from Netherlands, а Вера Царевна. То есть на могилах 33 Вера Царевна, дочь Нины и Петра мы можем сделать тест ДНК и установить, кто Царевна. И за то, что Путин держал там голландцев и венгров, убивших огромное количество моих родственников, и как бы пытающихся исказить реальность, и они выкинули меня из Сан-Франциска с попыткой искажения реальности для меня, потому что они использовали какое-то галлюцинационное оружие. которое они вставили в мое тело, радиооружие, чтобы исказить мою реальность. И у них это не получилось, но это называется херасмент, это мало, мало, как сказать, это маленький процент от того, что они со мной сотворили. Они просто надругались надо мной, над всей моей семьей, а я не рожавшая женщина, мне нужно рожать еще. Надругались без причины, потому что они плохо вели хозяйство, сев на наши могилы. Значит, наши могилы не могут быть ни в Англии, так что Борис Джонсон не может быть прилеплен к нашим могилам. Значит, наши вены говорят о том, что царевна Вера – это 33-й дом, и наш дом должен находиться, я должна жить вот с мамой на четырех Курейских островах. Конечно, я давно должна быть уже замужем, но я еще не замужем, у меня должны быть дети, и мы должны жить на четырех Курейских островах. И это наш дом, это очень маленький частный дом, и мы не можем там держать Абрамовича Березовского, которого повесила эта Нелия Аксенова для адвокатов Березовского. Свяжитесь со мной, если вы хотите посадить в тюрьму кого-то. У нас в Обнинске эти люди живут и ходят бесстыдно по улицам. Их очень много здесь, они, наверное, работники КГБ. Нелия Аксенова одна из них, она связана с Сергеем Лисовским, он работает, оказывается, в Думе, он тоже за наш счет разбогател, там много таких очень. И, значит, да, мы бы хотели, чтобы принц Джейми Бернарду и правительство Нидерландов с их венграми оплатили нам за ущерб, потому что, конечно, до того, как убили моего папу, и даже в 2009 году, до того, как покушение было совершено на мою жизнь, такого состояния нашей квартиры не было. Точнее, квартиры моей мамы. У нас никогда не было такого. Вот, началось все после покушения на мою жизнь, потому что они произвели какую-то работу и как-то ударили, наверное, тоже. Ну, в общем, я не знаю. Выползло очень много тараканов, прям целое море, как нахлынуло. Вот, и мы еле-еле вот от них сейчас избавляемся. Конечно, честно сказать, меня поразило, что Владимир Путин как бы убивает и избивает молодых людей, которые, в общем-то, ничем ему не мешали и не были ни в чем. Зачем, я не знаю. В общем, я считаю, что на меня было совершено покушение незаконно, неправильно, подготовлено, по словам полиции США, 10 лет, и даже более того, в городе Обнинске мы нашли корни этого покушения. В городе Обнинске я сходила к адвокатам. Они сказали, что они политическими репрессиями не занимаются. И это очень странно, потому что в городе Обнинске очень много политически репрессированных людей, начиная от Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского, который еще не как бы рассекречен до конца и тоже является политически репрессированным, как и мы. И я уверена, что там огромное количество других людей. Даже если им поставлены памятники в городе Обнинске, все равно эти люди являются политически репрессированными, потому что они здесь жили из-за нашей семьи, из-за меня лично. Но, к сожалению, об этом никто не знает, и их блеск, как бы они не сияют в своем блеске, потому что они сияем мы. Потому что вот 10 лет я еле-еле с этим радиооружием справляюсь. ФСБ говорит, мы ничего не можем помочь, полиция. Тоже ФСБ просто бросает трубку, говорит, пошла нафиг и так далее. Значит, видимо, это их такое, как бы, ну, как будто они считают меня, жителя этого города, своим врагом. Как такое может быть? Они должны быть точно на моей стороне и должны помогать мне узнать, в чем дело и почему кто-то хотел совершить покушение на жизнь незаконно отживущего человека. А вместо этого ФСБ считает меня, как будто своим врагом. И я считаю, что это неправильная позиция власти в нашей стране. Жителей нельзя считать врагами, потому что моя мама работала здесь, и папа тоже. И они, я здесь родилась, и они платили налоги всю жизнь и так далее. Вот, поэтому я совершенно в шоке. Я никогда не сталкивалась, ну, по возрасту просто, с проблемами раньше. Для меня это просто какой-то ужас. Так что нам нужна помощь, адвокатов и по многим вопросам нашего проживания в городе Обдинске. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.